Ну что, попробуем кофе желудёвый? Я впервые. По запаху кофе не пахнет. Не пахнет. Как будто заварка чая. Ну да, я говорю, что он такой слабенький, поэтому... Вкус чая. Если дать настояться, то вкус будет крепче, а цвет, как у настоящего кофе. И лишь полезные целебные свойства желудёвого напитка с натуральным кофе не сравнить. Бодрит, нормализует давление, улучшает пищеварение, выводит токсины и повышает иммунитет. Не зря же наши во время 41-го года, наши воины и та страна немецкая, они все пили желудёвый кофе, потому что ты не болеешь. То есть ты себя действительно хорошо чувствуешь, как бы большие перегрузки можешь. Почему я говорю спортсмены, да, и кто ведёт такую активную жизнь. То есть он тебе даёт такой, как бы, заряд бодрости. То есть я всегда говорю, вот вы положили чайную ложку, в принципе, чайной ложки в день её достаточно. Рецепт приготовления дубового кофе Галина Рязанова, потомственная казачка, узнала от бабушки. Вспоминает, что в доме этот напиток был всегда. Потом стала и сама готовить его для семьи и друзей. Очень гостеприимный я такой человек. Приезжали в гости и говорили, Галя, ой, такой чудесный напиток. И кто-то один мне сказал, Галя, почему ты это как-то под себя сделала, не выносишь это и не рассказываешь об этом людям. Ну вот как-то вот эта история и пошла, что попробовала сделать первую партию, потом прошла все процедуры с документами. И вот получился такой вот напиток, который можно и купить, и попробовать дома у себя. Теперь её желудёвый кофе знают не только в Подмосковье, но и по всей России и миру. Заказывают спортсмены для силы и молодые мамы для своих малышей. Ведь лучшего средства для детских животиков не встречали. Желудёвый кофе Галины не раз становился победителем различных конкурсов. Совсем недавно прошёл предварительный отбор топ-1000 локальных туристических брендов России. Простился слезами великодушный, посоветовал мне употреблять от катары желудёвый кофе. И когда сам он уже сильно заболел, уехал в Европу лечиться, то как раз и в записках его пишется, что его лечат желудёвым кофе. 30 лет дуб копит свои силы, чтобы на нём созрели желуди. Причём особой сложности в их приготовлении нет. Главное – успеть вовремя собрать целебные плоды. Самый тяжёлый – это как раз сентябрь, что их нужно собрать, определённым образом переработать и подготовить. Единственное, что я делаю, я прожарку делаю партиями. То есть я прожариваю, чтобы такой вкус был сохранён. Рецепт приготовления желудёвого кофе оттачивался годами. Дубовое дерево и волшебный напиток стали делом жизни Галины. Появилась мечта – создать музей. И она сбылась. В старинном деревянном доме в селе Каринское совсем скоро распахнёт свои двери музей Дуба. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова